Друзья, всем привет, с вами Яков. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о грядущих изменениях, которые нам предстоит увидеть на ПТРе 2.4.2. Эти изменения очень сильно затронут геймплей в командной игре в группах состоящих из 3-4 человек. Этого и стоило ожидать, потому что уже, если вы помните, порядка трех уже сезонов, трех патчей подряд, у нас остается только одна команда. Это три саппорта, как всегда это Варвар, Монах и Колдун, ну и какой-то один ДД. То есть меняется ДД, а саппорты остаются прежними. Некоторые группы, которые любят экзотику, конечно могут одного саппорта поменять, допустим Монаха на Крестоносца или Варвара на Охотника на Демонов, но суть не меняется. Все равно три саппорта и один ДД. Очень многим игрокам это не нравилось, было очень много жалоб в сторону Blizzard, и конечно же они начали принимать какие-то меры. И это меня очень радует. Они начинают нерфить наших саппортов. Ну не просто нерфить, а в принципе сводить все их качества к нулю. Если предыдущий патч 2.4.1, он имел больше такой косметический характер, то как раз таки вот этот патч будет акцентирован на то, чтобы уничтожить игру в три саппорта. Так как эта игра изначально вообще не предполагала наличие каких-то саппортов. Если вы помните еще на Ваниле, на первой вариации Диабло, то есть без аддона, без Роса, там вообще их не было. Да, был один, допустим, Чародейков, таким билдом пианино, который да, замораживал, станивал противников, но все остальные их добивали. Но все равно, это был боевой маг. Как боевыми были и все другие классы. Варвар через Вихри, там ВД, по-моему, через Нетопери, Молнах, по-моему, вертолет с помощью стремительного урагана, который наносил уронную, и Охотника на Демонов гранатками бил. Это были одни ДД. Сейчас же мы забираемся в одну точку, неважно, это угол, который мы имеем сейчас, когда дамажили с помощью Вихревого Талараши. Ну или как статик мог был в патче 2.3. Мы все равно собирались в одну точку и стояли, ждали, пока саппорты застанет всех противников, но мы их качественно били. То есть игра в итоге сводится, чтобы загнать всех противников как можно большее количество в одну точку, но и быстренько или не быстренько их убивать, в зависимости от уровня великого портала. Также немаловажный момент играет защита нашей группы, то есть защита нашего дамагера. Если грамотно играют все саппорты, то наш дамагер в принципе стоит со своей вообще минимальной стойкостью, но с огромными бафами на защиту. Можно сказать, он попросту бессмертный, ну конечно же, если грамотно работают саппорты. Так вот, это тоже будет исключаться в следующем патче ПТР. Также будут резаться персонажи, которые выхиливали нашу группу. Ну конечно же, в данном случае это монах саппорт, ну и крестоносец. Грубо говоря, Близзард наверное пытается как-то вернуть геймплей, который существовал на Ваниле, хотя бы, ну похоже на него. Ну или если хотите, геймплей, который похож был на геймплей в Диабло 2. Но основной задачей, конечно же, будет задача свести количество саппортов к минимуму. Близзард вообще не отрицает их наличие, но как минимум, чтобы это было двое или конечно же один, это идеально. Так вот, если патч 2.4.1 мы назовем, допустим, косметический патч, то патч 2.4.2, скорее всего, мы назовем патч, который уничтожит просто-напросто саппортов. Это, в принципе, с одной стороны и хорошо. Из сегодняшнего анонса как раз таки видно, что главную задачу, которую ставит перед собой Близзард в патче 2.4.2, как раз таки сделать игру более динамичной, а не такой статичной, которой она является сейчас. Чтобы игроки в группе могли координировать друг друга, чтобы они могли подстраиваться по противников и принимать решение или эскипать эту группу, или, конечно же, с ней сражаться. Чтобы игра была по правилам противников, а не для того, чтобы противники подчинялись воле наших саппортов. Итак, как же они этого всего будут добиваться? Конечно же, они будут нерфить бафы, которые давали раньше наши саппорты. Будут пытаться свести все к тому, чтобы польза от одного саппорта была гораздо меньше, чем польза от одного дамагера. Если вы помните, то в первом обновлении ПТР 2.4.2 занерфили несколько умений у Варвара и у Колдуна. То есть теперь такие бафы, которые давали умение у Колдуна, допустим, всеобщее помешательство и Пирании, будут не так эффективны, как были раньше. То есть, скорее всего, они не будут мультипликативными. Так же, как и потеряется эффективность у угрожающего Крикового Варвара. В сегодняшнем микропатче для ПТР 2.4.2 они взялись за Монаха. Первый нерф коснулся ослепляющей вспышки с руной Терзающий Цвет. То есть, раньше мы когда ослепляли противника, они наносили на 40% меньше урона. Теперь же эта цифра изменилась до 25. Второй нерф коснулся как раз таки функции Хилера Монаха. То есть, теперь наше исцеление от освежающего Тумана будет снижено на 60%. Но вот уже следующий патч, они обещают быть патчем громоздким. То есть, как раз таки там, где будут основные изменения, что касается саппортов. Следующее, что они собираются менять, это, как я уже говорил, исправлять статический режим. То есть, чтобы игра была динамичная. А это значит, будут нерфиться какие-то умения, которые помогали стягивать монстров в одну точку. Но это имеется в виду, наверное, больше как Варвар и Крестоносец. То есть, Варвар с помощью своего Гарпуна стягивал, а Крестоносец с помощью цепи мог затягивать монстров в одну точку. Стяжка у Монаха или, как порицание у Крестоносца, я думаю, трогать не будут. Так вот, понерфив эти умения, они считают, что игра станет более динамичной. Я, в принципе, с ними согласен. Также они хотят увидеть еще другого Зайца. То есть, чем меньше противников будет находиться в одной точке, или, допустим, на нашем экране, тем меньше будут лагать сервера. Так что, если вкратце сказать, что нас ожидается, или чем патчет, это будут нерфиться бафы на урон, бафы на стойкость, просто убираться хил. Ну и, конечно, будет убираться возможность стягивать огромное количество монстров в одну точку. Все это делается к тому, чтобы хотя бы сделать два боевых игрока, нежели как мы сейчас имеем одного. Эта новость, конечно же, положительная, потому что, наконец-то, Близзард делал за изменение баланса игры. Но есть, конечно, и другая сторона этой новости. То есть, как я говорил уже выше, главная задача, которую ставит перед собой Близзард, это изменение баланса в командной игре. Это значит, что сольный режим это не тронет никак. То есть, практически никаких изменений в билдах или, допустим, в сетах нам не предвидится. То есть, те, кто любит играть соло, будем, ребята, играть тем, что мы имеем сейчас. Как вы видите, в нынешнем ПТРе, то есть, нам отнули, допустим, сет Акана, но никакой вариации с помощью этого усовершенствования нам ничего не дало. То есть, мы никакого нормального билда не можем с сетами построить. Остается тоже крестоносить шпах. Также непонятно, для чего были изменены некоторые умения с шипастыми ловушками. Да, добавили нам какой-то арбалет, который дает срабатывание этих ловушек, но никакого сета, который бафал бы эти шипастые ловушек, у нас просто его нет. Может быть, конечно же, это все исправит в следующем большом патче, который они обещают на ПТРе 2.4.2. В общем, будем ждать. Еще один негативный момент, который мы можем увидеть, это то, что понизится планка максимально великого портала. Это, конечно, все логично, исходя из тех изменений, которые нам предстоят увидеть. Но сразу же появляется еще один вопрос, а что же будет с сезонами? В плане игры, конечно же, ничего не изменится. То есть, мы создаем нового персонажа и начинаем прокачивать его с нуля. Но если мы лишаемся саппортов и, допустим, будем играть в 2 дамагера или в 3 дамагера, и динамика игры будет довольно-таки высока, то игрокам, которые играют на не сезоне, в высоком случае закрыть более высокий великий портал, будет гораздо легче, чем которые играют на сезоне. Если в предыдущих патчах разница между сезоном и не сезоном, то он составлял 2, 3, ну ладно, 4 великих портала уровня, то есть такая вероятность, что убрав саппорта, этот разрыв будет увеличиваться, и Blizzard, в принципе, это не скрывает. Они этот момент комментируют так, что у них главная задача – изменить динамику боя. Но я не знаю, как поспримут эту информацию игроки, которые жаждут адреналина, то есть играют на хардкоре. Если раньше им саппорты хоть как-то помогали выживать, то сейчас я не знаю, как эта игра будет балансироваться. Ну, конечно же, игровое сообщество к этому всему быстро приспособится, так что, в принципе, будем ждать изменений. Ну что ж, а на этом моменте я свое видео буду заканчивать. Всем удачного фарма! Друзья, если вам нравятся ролики на данном канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные гайды. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока! Субтитры сделал DimaTorzok